Привет-привет! Меня зовут Маша. Я записываю это видео, чтобы тебе, человек, который собирается ехать в Колумбию по проекту More Than English или просто поучаствовать в каком-то таком полуволонтерском проекте, было ясно и понятно, зачем туда стоит ехать. Я, как уже сказала, меня зовут Маша, я из Санкт-Петербурга. В Колумбии я была с августа 2014 по январь 2016 года на достаточно длительный срок. Вообще, изначально я планировала поехать туда на три месяца. Я участвовала в проекте Alejandro, он тогда еще не назывался More Than English, то есть я была одной из первых учителей, которые там побывали. И дело в том, что много людей там просто остаются, потому что там очень классно, не конкретно в этом проекте, а в целом в этом городе, в этой стране. Я была учителем для младших, то есть там для деток от где-то 5-4 лет, если я не ошибаюсь, до 10, в течение трех месяцев. На тот момент, если что, я вообще не разговаривала по-испански, я знала только три фразы. Hola, ¿cómo estás? Y no sé. Типа, привет, как дела, я не знаю. То есть в любой непонятной ситуации, когда меня дети, когда меня дети спрашивали что-то, я им говорила, что я не знаю, no sé. Это единственное, что я выучила. То есть в течение трех месяцев, даже почти четырех месяцев, вот с августа по ноябрь, у меня эти как бы выражения, в принципе, спасали, потому что единственное, чем мы там занимались, это в основном было как бы исправление их произношения, как бы они разрисовывали всякие картинки и так далее. То есть у них английский, вообще очень рано. Вот, но программа, программа такая как бы, ну, специфическая. Смотри, вот, а потом я работала с подростками, это уже фактически там до 18, бывает, что до 20 лет, но тоже не волнуйся, потому что, как ты знаешь, требования на этот проект не очень высокие, то есть тебе достаточно просто хорошо разговаривать, иногда даже туда едут люди, которые не супер хорошо разговаривают, и чтобы у тебя была отличная грамматика, да, ну, как бы в процессе поправимо. Почему? Потому что задача этого проекта сделать такое межкультурное общение, создать атмосферу такого межкультурного общения между колумбийскими детьми и внешним миром, то есть это и для того, чтобы улучшить английский у них, но самая главная цель, это то, чтобы как бы колумбийцы были включены в международное сообщество и иностранцы, в том числе, узнали о том, что такое есть Колумбия, потому что, как тебе известно, Колумбия ассоциируется не с самыми лучшими на свете вещами, вот, то есть, как мне кажется, у Александра еще такая идея, как показать людям, что это на самом деле очень классная страна, вот, значит, я работала в течение полутора лет, вот сначала с детьми, потом с подростками. Что касается программы, программы тебе дают, то есть по поводу этого вообще не запаривайся, то есть на месте тебе уже, насколько мне известно, должны, должны снабдить программы, программы там, может быть, не супер блестящие, готовятся, в принципе, смотри, если сравнивать работу там, и вот, например, когда я вернулась, я не имея, в принципе, филологического образования, начала преподавать в школе Элендорен, вот здесь вот, в России, могу тебе сказать, что подготовка к уроку там и подготовка к уроку здесь, это абсолютно разные вещи, то есть там, это, образно говоря, халява, хоть у тебя и долгий такой рабочий день, но в целом тебе не требуется большого количества времени на подготовку. нежели чем здесь, то есть требования у нас, конечно, гораздо выше. Я бы хотела тебе обозначить четыре фактора, по которым люди остаются там, или из-за которых тебе стоит туда поехать. Первый фактор, это, конечно же, люди, то есть самые, мне кажется, в рейтинге такого мирового сообщества самые вежливые, самые доброжелательные люди в Колумбии, колумбийцы. Второй фактор, это природа. Даже если ты бывал в пустынях, в горах, на заснеженных пиках, на Карибах, тебе стоит там побывать, потому что там есть всё. Климатически, там есть вся, все разновидности климатов, да, то есть от, как раз таки, от пустынь до заснеженных пиков вместе с Карибским побережьем, с Атлантическим побережьем. И, конечно, природа, это нечто, что там просто заставляет созерцать, и ты не можешь дышать. В общем, это, конечно, потрясающее зрелище. Третий фактор, почему людям стоит, особенно русским, там побывать, и почему многие остаются, это их знаменитые вечеринки. То есть, если тебе кажется, что в Бразилии карнавал, а как бы Колумбия так себе, нет, Колумбия это самая танцующая страна Латинской Америки, ну, возьмем, самая танцующая страна Южной Америки, да, потому что есть еще Куба, но она не на Южной Америке, там умеют танцевать все, и они с радостью тебя научат, как это делать, покажут тебе базовые шаги, и волноваться не стоит, потому что есть большая разница между вечеринками у нас, когда ты приходишь, и только если ты сможешь ей насладиться этой вечеринкой, латино-пати в России, только если ты очень крутой танцор, и ты много учился. Там же ты, даже не зная вообще ничего, ты обязательно насладишься, будешь себя чувствовать уверенно, добросердечные колумбийцы тебе помогут в этом, и это касается как женщин, так и мужчин, даже если ты, парень, ты собрался поехать по этому проекту или вообще путешествовать в эту страну, то не волнуйся, просто иди в клуб, и тебе не обязательно это делать только там с твоим молодым человеком или с твоей девушкой, ты можешь танцевать, как бы на это право имеют все. Это очень круто, то есть это круто, можно прокачаться в танцах, просто как бы пообщаться невербально с другими людьми, и это, наверное, залог того, что они такие расслаблены. Ну и, в принципе, вся их жизнь это как большой карнавал, то есть частенько даже в школе, я уверена, даже если ты будешь участвовать в каком-то краткосрочном проекте, тебе посчастливится часто в каком-либо празднике, а каждый их праздник, это как карнавал, они обязательно переодеваются. Вот и четвертый фактор привлекательности этой страны, ну, можно назвать, что это фрукты, фрукты, овощи, то есть вот, особенно если ты вегетарианец и умеешь готовить, для тебя это будет истинный рай, потому что все стоит очень недорого, но может быть не так дешево, как в Азии, имей в виду, да, что Латинская Америка это не настолько дешевая страна, но в целом очень доступные цены и огромное разнообразие экзотических фруктов, овощей и так далее. В общем, я тебе озвучила эти факторы, надеюсь, соблазнила таким образом поехать в эту страну, потому что искренне, когда вернусь в 2016 году, я организовывала неоднократно множество всяких мероприятий для того, чтобы раскрыть самое лучшее, поделиться самым лучшим из этой страны с русскими людьми. Культуры настолько разные, культуры настолько как бы полярные, но их сочетание, оно приводит к какому-то, не знаю, идеальному такому эффекту, то есть это отличное, получается отличное сочетание, как и колумбийцы, пожившие в России, они становятся очень такими обязательными, дисциплинированными, и как бы оставляют свою такую теплоту при себе. И русские, которые как бы больше не стесняются, так как стеснялись раньше, они принимают себя, они более добротушны, но как бы вот такие же остаются интеллектуалы и очень умные люди. Что касается самого проекта More Than English, смотри, я там была вот в течение полутора лет практически, городок, в котором я жила, он назывался Сибакира, это небольшой городок неподалеку от Богатыя, то есть все школы этого проекта, они в принципе находятся недалеко от большого города, от столицы Колумбии. Но важный момент, немножечко сейчас расскажу про погоду, то есть погода там, тебе нужно быть готовым к тому, что погода там очень изменчивая, ну как, в смысле, это стабильность, стабильная нестабильность. Днем температура может подниматься до 25 градусов, яркость солнца, потому что мы находимся на высоте как минимум там 2500 метров над уровнем моря, Колумбия находится в районе экватора, и по ночам температура иногда опускается до плюс 5, то есть может быть холодно, у них нет там обогрева. Поэтому сразу я тебе предупреждаю, что в этих городочках, возможно, ты будешь мерзнуть, поэтому нужно обязательно взять с собой теплую одежду, как можно больше, вот, то есть это, конечно, один из таких минусов, можно назвать, но вся эта культура, я уверена, что она восполнит вот этот недостаток тепла с лихвой. Почему я тебе рекомендую реально туда ехать? Конечно, ты можешь выбрать какие-то Карибские города, там, Медеджин, еще что-то, но если сравнивать по менталитету людей, люди тоже очень отличаются, и чем севернее, тем они как бы более-таки реально настроены на дружбу, на помощь тебе, чем южнее, чем жарче, к сожалению, там, и криминальность, уровень криминальности выше, и в целом как бы менее безопасно. Вот, значит, если ты поедешь по этому проекту, то как бы имей в виду, что погода. Распорядок дня, значит, у меня был распорядок дня следующий. Поскольку это экватор, то есть это касается всех вообще городов, то солнце встает светло уже в 6 утра, темно в 6 вечера, то есть ровно 12 часов, это световой день, потому что мы находимся очень близко к экватору, это северная полушария, но близко к экватору. Соответственно, у них как бы и во всей стране распорядок дня таков, что они там в 6 обычно уже учли не на работе. Ничего в этом страшного нет, у тебя просто как бы меняются часы. С Москвой 8 часов разница. То есть обычно я вставала где-то в 5 утра, а в 6 утра мы выезжали из дома, где-то там в 6.30, например, или чуть позже, начинали занятия. Дорога не занимает долго, потому что тебя отвозят вот непосредственно до школы, и это как бы поскольку в небольшом городе, то ты не тратишь много времени. А уроки обычно, ну, они могут заканчиваться там, не знаю, в 2 час, в 2, в 3 часа, зависит тоже от школы. Это уточняю у Алекандров. Я тебе такую информацию не могу предоставить, только сказать, как у меня было. В целом, в течение дня у меня было где-то от 4 до 7 уроков, да. Уроки бывают разные. Там когда-то были вроде по 50 минут, иногда по 55. Даже у маленьких, это, конечно, достаточно странно, достаточно длительные уроки. Но там практически без перемен. То есть ты как бы ведешь эти занятия, а потом у тебя идет большая перемена, где-то полчаса. В общем, они такие разбитые, получается, перемены. Меня спрашивают, тяжело ли. Ну, ответим так, да. То есть это классный опыт, и это не простой опыт. Это очень крутая прокачка тебя. Это такой своеобразный вызов тебе, как человеку, как учителю, как просто как бы иностранцу. То есть в чем вызов заключается? Зачастую там классы, могут быть там по 30 человек. Самое главное, не парься, просто расслабься. Будь такой light back. И наслаждайся процессом. Понятное дело, что они там не всегда тебя будут слушаться. Они зачастую не будут делать домашек. Ну, ты должен просто понимать, что как бы, во-первых, в целом уровень образования по стране таков, как бы они не замотивированы. Твоя задача, конечно, максимально их мотивировать. Но если они не будут мотивироваться ни в какую, не убивайся по этому. Потому что был один такой случай, ну, это возьмем, все обычно супер рады, особенно с маленькими детьми, все кайфуют общаться с ними, но и с подростками тоже, потому что подростки могут в испанском учить. Это очень здорово воспользоваться этим шансом. Но была одна девушка, она приехала после меня из Чехии. Она уже на тот момент была в Чехии дипломированным учителем по-английскому для взрослых людей в Чехии. Соответственно, у нее как бы требования были очень высокие. И с моими подростками, ну, вот, по-моему, те же у нее были подростки, что у меня, она, конечно, просто убивалась. Она говорит, ну, почему, почему они не делают домашние задания, почему еще? Ничего страшного, просто делай свою работу, все, что как бы от тебя требуется, и не парься. То есть тебе всегда, вот этот став, да, то есть все учителя, Алекандр, все будут рады помочь. Вот. И не стесняйся обращаться за помощью, если тебе там нужно и по дисциплине, или все что-то, как бы там вкатать. Вот, потому что в чем челлендж заключается? Как бы справиться вот там со страхом публичных выступлений и так далее. Это очень круто, потому что после вот этого опыта у меня вообще, мне хоть там 50 испаноговорящих или русскоговорящих, неважно, поставь, я не буду бояться, я не буду волноваться, то есть мне настолько легко сейчас публичные выступления даются, при том, неважно. Я на тот момент вообще не разговаривала по-испански. А, например, подростки мне сказали, мы не собираемся учить английский, учи испанский. В общем, спасибо, я у меня учила испанский. И изъяснялось, пускай тогда еще на очень ломаном с большим количеством ошибок, но на испанском объяснял им правила английского. Это очень, на самом деле, вот даже пока ты не знаешь испанского, очень круто тебе сейчас именно испанском пытаться объяснять английские правила, и, в общем, потом, возможно, у тебя будет такая ассоциативная как бы схема времен английского и испанского, потому что они, на самом деле, очень похожи. А, ты такой в топ. Поэтому, да, это не суперлегкая работа, я тебе должна как бы сказать правду, но если ты с этим справишься, ты будешь гордиться собой. Вот. Как и любое учительство, я думаю, что, в принципе, да, если ты это будешь делать в России, там будет ничуть не легче. А здесь хоть как-то мол по фану, больше фана. Что касается зарплаты, да, ты понимаешь, да, что это лучше воспринимать этот проект как волонтерский, но не волонтерский. Тебе будут платить деньги. Тебе будут платить деньги, в целом, если считать со всеми ништяками, которые они предлагают, то есть это жилье бесплатное, еду в течение дней, в которой ты работаешь, и транспорт до работы, и обратно. Со всем этим, если брать полную сумму, то получается твоя зарплата, я тебе, честно говоря, скажу, она будет больше, чем у обычных учителей. Это, на самом деле, немного несправедливо, но это круто для тебя. Вот. То есть деньги не супер большие, там, в долларах, я не знаю, сколько получается, но тебе, Алекандр, наверное, скидывал эту сумму. Поэтому он как бы и предлагает этот проект как волонтерский. Ну, правда, тебе этих денег хватит для того, чтобы тусить вот в течение недели, и еще сможешь копить на путешествие по Колумбии. Это очень круто. Я даже умудрялась в самом платье до курса испанского университета с этих денег. Вот. По поводу распорядка недели. Ты будешь работать, насколько я знаю, всего пять дней. Иногда даже четыре дня в неделю. Это вообще полнейшая хоряба. Они иногда даже такие, ой, а что, на этой неделе мы работаем пять дней? Какой ужас! В общем, всего четыре дня иногда, потому что у них есть вот эти bank holidays, какие-то религиозные праздники, они, ну, он их так называл, на английском так и звучит, а религиозные праздники, я даже не знаю, чему они там были посвящены, но это было очень круто, потому что в субботу, воскресенье и понедельник ты можешь просто отправиться путешествовать. Либо поехать в богату, то есть и там общаться с людьми, не знаю, забраться на монсераты, либо просто какое-то себе небольшое путешествие строить. И даже если ты пойдешь вот там на какой-то не очень большой срок, то ты по-любому застанешь каникулы, а на каникулах это самое время отправиться в какое-то более длительное путешествие. На Карибы, Меджин, Байде, Кокорес, Восковые пальмы, в общем, там полное место, я думаю, что уже стоит просмотреть все, которые хочешь увидеть. Для меня Колумбия вообще по природе это номер один. Что еще? В общем, я тебе желаю удачи, правда, я тебе желаю удачи, поедешь ли ты с этой программой, поедешь ли ты сам просто путешествовать. Я уверена, что ты насладишься этой страной просто на 100%. Главное, помни про правила. И это, понятное дело, латиноамериканская страна, а Латинская Америка знаменита, не знаменита своей безопасностью. То есть, это не кошмар какой-то, вот nightmare, сумасшедший, нет. Но все-таки нужно быть осторожным. Если тебе говорят, не выходи ночью, значит, не выходи ночью. Если тебе говорят, не иди туда, там фавелы какие-то, туристы любят такие места. Не иди туда, особенно если даже таксист не хочет туда ехать. В общем, обязательно всегда носи с собой копию документов, деньги только на один день, храни все там в сейфах или где-то там в своем жилище, если это безопасно. И как бы максимально не носи там какие-то вызывающие вещи, которые видно, что дорого стоят. Я тебе даже рекомендую, у меня был с собой телефон очень-очень простецкий, просто раскладушка такая, даже для 14-го года это был не супертелефон. Но меня это спасло, потому что меня ни разу вообще не обокрали там, а как бы окрадут телефоны даже у местных. Соответственно, я тебе рекомендую позаботиться об этом, не тащить эти большие камеры. Ну, как бы спроси у местных, если это место безопасно, неси, фоткай, наслаждайся жизнью. Но, в принципе, лучше как бы не провоцировать, особенно на Карибах, особенно вот в жарких таких туристических местах, где уровень бедности еще как бы такой обширный. Вот, поэтому как бы побереги себя и, в общем, обезопась себя во имя классного опыта. В общем, я тебе желаю удачи в твоем путешествии. Если у тебя еще остались какие-то вопросы, то ты можешь написать в комментариях, и я постараюсь тебе ответить в ближайшее время либо в следующем видео, либо лично. Все. Желаю вам крутого карнавала. Я, кстати, тоже скоро там буду. Чао.